Торговый городок для рязанцев место знаковое. По крайней мере таковым когда-то было. Долгое время площадка оставалась заброшенной. Судьба ее была не определена. Ситуацию с мертвой точки сдвинули активисты. Убрали мусор, скосили сорняки, покрасили бордюры. В 19-м здесь и вовсе прошел форум древних городов. Торговый стал одной из площадок. В 20-м году власти решили твердо – восстанавливаем. Спустя год закипела работа. За возрождением торгового городка следит Центр развития креативных индустрий. Он же взял на себя функцию управляющей компании. Главной целью мы ставили для себя восстановить конструктив здания, максимально восстановить его исторический облик, восстановить утраченные элементы декора и экстерьера. И конечно же привести все к единообразию. Конечно мы отталкивались от данных, которые мы получили из архивов. Благодарим тех экспертов, которые подготовили историческую справку. И конечно же для проекта был разработан колористический паспорт для тех павильонов, которые мы восстанавливаем. Также мы этой информацией делимся и с владельцами частных павильонов. Торговый городок не просто восстанавливают, его револоризируют. То есть пространство получит новую роль и новые смыслы. Бояться не стоит, заверяют в Центре развития креативных индустрий. В более чем 20 павильонах найдут свое место рязанские бренды, которые и представят регион туристам. В кофейних и ресторанах будут предлагать преимущественно местные блюда, адаптированные под современность. Здесь же обустроят ремесленные мастерские и палатки сувенирной продукции. В данный момент свободно два инвеслота. Павильон номер 13, крахмалопаточная промышленность и павильон номер 23. Павильон номер 23 имеет большую площадь и подходит для размещения ресторанов, помещения свободного пользования, как каворкинг, библиотечная зона, так и для выставочного пространства. Чтобы занять павильон, нужно пройти инвестиционный отбор. Подробности есть на сайте Центра развития креативных индустрий. Можно выступить как инвесторам, так и резидентам. Первые комплексно восстанавливают павильон снаружи и внутри, вплоть до заведения бизнеса. Резидент же проводит только внутренние работы. За внешние отвечает Центр развития креативных индустрий. Несмотря на все обновления, павильоны сохранят исторические названия. Только получат новый функционал. Миссия Центра – создать в торговом городке так называемый портал в культурную и историческую идентичность Рязанского края. Следует отметить, что восстановление торгового городка состоит из двух очередей. Как раз таки в этом году мы заканчиваем с первой. Это главная аллея и павильоны, которые находятся в ней. И вторая очередь – это правая боковая аллея, которая будет восстанавливаться в следующем году. То есть это также и благоустройство, и восстановление двухэтажного павильона номер 19 совхоза. Несмотря на то, что полностью работы в торговом городке обещают завершить только в 2023 году, откроется он уже в текущем. Рязанцы и гости города смогут прогуляться по обновленным аллеям, посидеть у фонтана и зайти в местные кафе. Названия самого торгового городка менять не будут. Уж больно привычно оно для горожан.